так всем привет мы сегодняшнее видео предназначено для тех кто собрался своими руками сделать генератор для ветряка и не хочет усложнять этот процесс потому что много сложных скажем так рецептов или как его там на ю тубе есть там нужно наматывать катушки там нужно рассчитывать магниты и так далее и тому подобное вам покажу как это делать просто он будет слабоват и конечно только для светодиодов ну электро моторчик крутится тоже короче покажу вам как сделать много вольт но со слабой силой ток вот так и так вот он в общем-то у меня уже собран маленький портативный генератор сейчас вам покажу чуть устройство его так сама главная запчасть которая здесь есть катушка вот машинки для стрижки она на 220 вольт но электромагнит от машинки полностью с катушкой вот так видно да она на 220 вольт и поэтому в ней намотана несколько тысяч витков и это нам на руку при изготовлении нашего генератора потому что чем больше витков тем больше вольтаж будет у генератора ну вот то что проволока тонкая сила только будет слабая но для светодиодов это без разницы и короче вам покажу сейчас как это все работает увидите так вместо этой катушки можно поставить похожую это правда с магнета катушка это уже для приколов я делал когда например она бьет током ощутимо ветер крутит генератор и она бьет можно на калитку привязать провода например и для того кто заходит это будет сюрпризом но это ладно отклоним это уже так если кому-то для прикола ну можно катушку еще взять отпускателя 220 вольт в 380 долин есть они похожи вот на такую катушку но знаете многие кто более-менее знает электричество разбирали пускатели там есть такие катушки и в них провод намотан скажем так сечение потолще и поэтому если поставить такую катушку спускателя то сила тока в генераторе возрастет несколько раз и так вот она наша катушка закреплена всего лишь в щепочкой я так сделал как модель дальше вал и магнит но это я вот просто нашел из магнита поэтому меня пришла идея сделать этот ролик для вас а так по идее я делал раньше брал с обычного электродвигателя ротор на него крепил магниты чем больше магнитов тем выше будет у вас напряжение сколько хотите то есть у меня здесь 8 полюсов на этом магните получается 8 как магнитов здесь сколько на лепите можете сделать даже вообще какой-нибудь не за колесо такое и на него уже хоть 30 хоть 40 магнитов сделать и главное чтоб каждый магнит проходил ну или катушки понятно да у вас будет больше напряжение выше вот так я покажу на этом примере вот он обычный магнит но обычно ним они обычные не знаю откуда он взялся у меня он был на валу да и было еще это все у меня на подшипниках я сначала собирал на подшипниках потом думал что попростить эту всю схему снял подшипники она в пластмассе чуть смазал маслом отверстие и она крутится свободной даже при легком ветре крутится и вырабатывает ток сейчас я вам покажу соберу его назад тут если будете собирать опять же любую коробку главное чтобы закрепить катушку и высчитываете расстояние чтобы был миллиметр 2 от магнита до катушки чтобы не цепляла это главное условие вставили у нас все не задевает нормально трудно видите что он свободно легко крутится я подсоединю светодиод и понимаю что на примере одного светодиода это еще не не сила конечно я вам на примере тестера сейчас тестером бромелью посмотрите узнаете увидите что тут можно подсоединять сколько угодно диодов пожалуйста я кручу еле-еле он разгорается из для светодиодов хорошо то что высокое напряжение для них не помеха они не перегорают сила только слабая и поэтому они большого вольтажа работают сейчас я кручу где-то 12 вольт вырабатывает а светодиод не сгорает хотя он трехвольтовый так может вас смутит то что светодиод моргает понятно ток переменной ну да и для этого я думаю вы сможете сами подсоединить диодный мост и я удел когда увлекался как-то делал метричок небольшой ставил диодный мост и два пальчиковых аккумулятора полутора вольтовых и получается весь день у него заряжаются всю ночь светит даже когда ветра нет то есть вы можете по всем комнатам или где-то в прихожей пожалуйста освещение во дворе на огороде где хотите будет освещение у вас сейчас я подключу тестер подключен видно должно быть видно ведь я слегка круче уже 4 вольта есть а теперь я вот круто ну как я крутил с диодом 17 вольт 14 22 вольтаж дает неплохой и если еще вы пойдете дальше вместо одной катушки поставите например 4 если у вас есть возможность там мало ли у кого валяются эти машинки стрижные у них по идее у китайских у старых у них у всех одинаковые эти катушки электромагниты то есть если вы их по кругу наставить и несколько штук то и правильно подсоедините катушки то у вас будет и даже сила только неплохая а сейчас я покажу максимум на что он способен так потому что было хорошо и так 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 тестом тестер видно все запускаю с дрелью 74 вольта сейчас я здесь отбыла ну кому этого мало собирайте по-другому ни к чему не принуждают теперь еще можете поставить сразу напрямую сюда винт на этот штук а можно еще не валяется редуктор с маленькой болгарки вот если его в обратную сторону ставишь то понятно что винту будет тяжелее но зато хороший ветер вы будете вырабатывать неплохой ток вот что вам еще сказать пользуйтесь ну и отдельное слово для тех кто во всем этом очень очень-очень понимает кто знает формулы и так далее не надо глупых комментариев достали честно сказать я свое видео снимаю для тех кто просто хочет что-то сделать своими руками никому ничего не доказываю все всем пока